Всем привет! Вы на канале Пашистик Онлайн. Меня зовут Яна. Со мной снова волнистые попугаи Тоша и Ева. И сегодня я расскажу, что входит в ежедневные обязанности по уходу за волнистыми попугаями. То есть, что нужно делать ежедневно, если у вас живут такие птички. Уже утро, птички проснулись и пора выпустить их погулять. Ну что, кто первый пойдет? Или на балконе откроем? Ева, ты первая? Кто пойдет первый? Евочка, крылышки размять. Птичка. Все, первый пошел. А вот и Тоша. Тоша, привет! Тоша, вышел погулять. Птички вышли из дома, можно начинать уборку. Первым делом им нужно поменять корм. Беспорядок, берем чем кофе. Вместе с кормом им нужно ежедневно давать свежие овощи и фрукты. Это вообще главное, что должно быть в рационе попугая. В природе же они питаются не сухим кормом, а разными фруктами, овощами, ягодками. Выкидываем старые фрукты, корм и воду. Перед тем, как залить в поилку воду, ее нужно хорошенько ополоснуть. Все-таки в ней тоже могут скапливаться разные микробы. Ну а воду я заливаю бутилированную. Я где-то читала, что такая вода больше всего подходит к пугаям. Все-таки печеная вода, она считается мертвой, в ней нет никаких полезных веществ. Ну а воду как странно, заливать вообще нельзя. Ну а теперь о корме. Сейчас очень распространен такой миф, что волнистым пугаям нужно насыпать полную кормушку корма, чтобы он был в постоянном доступе. Но на самом деле это не так. Еще когда мы года два назад лечили Тошу у орнитолога, нам еще тогда сказали, что на самом деле корма должно быть всего лишь 2 чайные ложки на птичку. Ну и поскольку у нас Тоша и Ева, их двое, мы насыпаем по 2 чайные ложки в каждую кормушку. Вот примерно так. Ну а теперь самое важное. Фрукты и овощи. В природе они не питаются этим кормом, поэтому основной составивающей фракциона является именно разные фрукты. Фрукты и овощи. Тоша с Евой очень любит морковку и салат. Яблока чуть меньше, но им же нельзя давать постоянно одно и то же. Фрукты и овощи нужно периодически чередовать. Тоже, чтобы вместо яблока была иногда груша, вместо морковки еще там что-нибудь. Вот так. Ну и конечно желательно в течение дня им добавлять что-нибудь новое, чтобы засыхали, чтобы было постоянно что-то свеженькое. Я слышала, что есть такие попугаи, которые специально ждут пока овощи или фрукты не спаяться, чтобы потом, когда они станут уже чуть засушены, их погрызть. Ну, я за то, что Ильеву такого не наблюдала, поэтому бою им всегда свеженькое. Если у вас попугаи любят так делать, то пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Ну и теперь вешаем это все на прищетки. Эти прищетки тоже нужно периодически мыть, чтобы на них не скапливались вредные бактерии. Вообще, у волнистых попугаев очень большой список того, что им можно. Ну, из овощей и фруктов. И гораздо проще перечислить то, что им нельзя. А именно авокадо, петрушку, редис, укроп, курму, чеснок, щавель, капусту белокочанную, папайю, орехи, манго, лук, картофель и баклажаны. А все остальные фрукты, овощи им можно. Там апельсины, мандарины. Кстати, скоро Новый год, мандаринки. Не забудьте угостить своих пернатых друзей. Им также можно разные цитрусовые, финики, сливы, рябины, смородины. Этот список такой большой, что это даже тема для отдельного ролика. Ставь лайк и пиши комментарий, если хочешь, чтобы я выпустила ролик, что можно, а что нельзя попугаем. Ну, а теперь приходим к самой неприятной части. Уборка дна. Вы только посмотрите на этот мусор. И вот такое приходится убирать каждый день. Не знаю, почему-то, когда у нас был только Тоша, он был такой чистоплотный, что мусора было, ну, как минимум в два раза меньше. Где выглядели? Теперь это все нужно убрать и пропылесосить под дом. Продолжение следует... Когда поддон чистый, на дно я просто стелю бумагу. Мне кажется, с ней гораздо удобнее убираться. Раз, свернуть бумагу и все готово. Можно, конечно, не кладить бумагу на поддон. Но мне кажется, с ней убираться гораздо проще. Не нужно потом отмывать ничего засохшего с него. А это гораздо труднее, чем просто убрать лист бумаги. Вот. Главное наблюдать, чтобы птицы не грызли эту бумагу. Потому что многие говорят, что не стоит класть на какие бумаги или что-то поставить на поддон. Лишь из-за того, что птицы начинают это все грызть. Но вот сколько у меня живут, не то, что они Евы никогда не грызли эту бумагу. Вот газеты класть действительно не стоит. Потому что там, кстати, типографская краска, которая для них будет вредная. А вот просто лист бумаги, то если мне грызут, почему бы не класть? Кстати, совсем скоро на моем канале выйдет видео масштабная уборка голодений попугаев. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Я буду не только устраивать генеральную уборку клетки, но еще и всех стендов и абсолютно всех мест, где бывают мои попугаи. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok